Сегодня мы поговорим о микроэлементе Хром и как он влияет на здоровье с рекомендациями врача-диетолога. Для начала подпишись на канал, нажми на колокольчик и в конце поставь лайк, так больше людей увидит это видео. Спасибо, друзья, за вашу поддержку и спонсорство. Наша команда очень вам благодарна. Все варианты помощи в описании. Ну тогда начнем. Хром – это микроэлемент, который необходим для нормального функционирования организма. Он участвует в многих процессах, включая регулирование уровня глюкозы в крови. Однако, как и любое другое вещество, в зависимости от количества Хром может быть как полезен, так и крайне опасен. Хром участвует в синтезе серотонина гормона, который отвечает за хорошее настроение и уровень энергии. Недостаток Хрома может привести к развитию депрессии, тревожности и усталости. Важно отметить, что Хром не является чудо-средством для похудения или улучшения физической формы. Добавки с пеколенатом Хрома могут помочь ускорить процесс сжигания жиров и улучшить метаболизм, но только при условии правильного питания и регулярных физических нагрузок. Опираясь на исследования, можно сказать, что за 8 недель приема Хрома вы сожжете на 1 кг жира больше, чем без добавки. Хром полезен для людей, страдающих диабетом. Он помогает улучшить чувствительность к инсулину и снизить уровень глюкозы в крови. Некоторые исследования также показали, что добавки с пеколенатом Хрома снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, депрессии, тревожности, проблем с пищеварением и другие. При избытке Хром может привести к различным проблемам со здоровьем. Могут возникнуть раздражения кожи, слизистых оболочек, головная боль, тошнота, рвота, а также подняться давление. Кроме того, избыток Хрома может привести к нарушению работы почек и печени. Особенно осторожными должны быть люди, страдающие заболеваниями почек и печени, а также беременные и кормящие женщины. Избыток Хрома может вызвать опасные последствия для здоровья этих групп людей. Организм не может синтезировать Хром самостоятельно, поэтому его необходимо получать с пищей. Хром содержится в различных продуктах. Первое. Бобовые. Чечевица, горох, фасоль и другие бобовые являются отличным источником данного микроэлемента. Например, одна чашка вареной чечевицы содержит около 36 микрограмм Хрома. Второе. Орехи и семена. Миндаль, фундук, кешью, грецкие орехи, семена подсолнечника и тыквы содержат Хром. Например, одна порция. 30 грамм миндаля содержит около 26 микрограмм вещества. Третье. Мясо и рыба. Говядина, свинина, курица, индейка, тунец и лосось содержат небольшое количество Хрома. Например, 100 граммов говядины содержат около 2 микрограмм. Четвертое. Злаки и хлебобулочное изделие. Микроэлемент содержится в цельнозерновых продуктах, таких как овсянка, рис, пшеница, ячмень, а также в хлебе и хлебобулочных изделиях. Один кусок хлеба содержит около 2 микрограмм Хрома. Пятое. Фрукты и овощи. Хром содержится в некоторых фруктах и овощах, таких как яблоки, бананы, виноград, картофель, брокколи и шпинат. Например, на одно яблоко приходится около 0,2 микрограмма Хрома. Несмотря на то, что Хром содержится в различных продуктах, его уровень может быть недостаточным в рационе некоторых людей. Особенно у тех, кто соблюдает строгую диету или страдает заболеваниями, которые могут привести к дефициту Хрома. В таких случаях препараты с пиколинатом Хрома могут быть полезны для поддержания нормального уровня Хрома в организме. Перед началом приема добавок необходимо проконсультироваться с врачом. В комментариях делитесь, есть ли в вашем рационе продукты, содержащие Хром. Будьте внимательны к своему здоровью и не забывайте вовремя проходить контрольные исследования, если это требуется. Обращайтесь за помощью к грамотному специалисту и никакого самолечения. На этом все. Здоровья и удачи вам, друзья!